ВКР-репозиторий и студенческая наука Вести вебинар будет директор по маркетингу компании Директ Медиа Марьяна Ганичева Но перед тем, как передать ей слово, я хотел бы сделать несколько объявлений Посмотрите, пожалуйста, в начало нашего чата Здесь вы видите несколько полезных ссылок Первая ссылка ведет на наш сайт, на главную страницу сайта, которая представляет собой расписание В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube На котором появится в том числе и запись этого вебинара Все вебинары наши записываются Ну и этот вебинар тоже появится в записи Регистрируйтесь на нашем видеоканале Записывайтесь на него И будете всегда в курсе того, что делается на нашем видеоканале Наконец Прошу прощения, не на конец Третья ссылка ведет на страницу наших учебных курсов Онлайн-курсов Те из вас, кто хотят принять участие в обучении Могут посмотреть, какие у нас есть предложения от Директ Академии Для обучения онлайн Ну и наконец последняя ссылка Четвертая ведет на страницу, где можно будет приобрести сертификат за сегодняшний вебинар В самом конце сегодняшнего вебинара я снова дам эту ссылку И к тому времени, я надеюсь, я уже сформирую сертификаты Их можно будет приобрести сразу по окончанию вебинара И, как всегда, я хотел бы дать информацию о трех предстоящих вебинарах Ближайших Которые состоятся вслед за нашим сегодняшним вебинаром Напоминаю, что вебинары Директ Академии проходят каждый день Каждый день в 12 часов С некоторым отклонением от этого графика И вот такое отклонение будет завтра В 12 октября в пятницу Вебинар пройдет не в 12 часов, а в 10 часов по московскому времени И называться вебинар будет Технология работы с илайбрери при подготовке отчетов Проводить вебинар будет наша постоянная ведущая Татьяна Телегина На следующей неделе, в понедельник, мы начнем Нашу вебинарную неделю с вебинара Натальи Логачевой Который будет называться Публикация аспиранта-докторанта Виды, требования, особенности подготовки Как сделать так, чтобы публикации работали на диссертацию Наталья этим вебинаром продолжит свой трек Вебинаров, связанный с подготовкой диссертационных работ Наталья этот трек ведет каждый месяц Месяц по одному вебинару Так что приходите, те, кто заинтересован в этой теме Наконец, 16 октября, во вторник Я начинаю новый трек вебинаров Закончил трек, связанный с продуктовыми вебинарами Компании Телегмедиа И начал, начинаю трек, связанный с Учебным контентом И первый вебинар из этой серии Называется Попури бесплатных инструментов Для разработки учебного контента Первая часть Будет называться Текст, графика и звук Сборка контента Ну что ж, все На этом мои вводные слова закончены И я передаю слово Марьяне Ганичевой Для того, чтобы она провела сегодняшний вебинар Добрый день, уважаемые коллеги Поставьте, пожалуйста, ключики, если все в порядке Ага, отлично, хорошо Сегодня у нас актуальная тема Актуальная тема в Дайвисе ВК Репозиторий «Студенческая наука» ВК Репозиторий Это достаточно новый сервис Университетской библиотеки онлайн Ну, скажем так Конечно Размещение ВК Р На нашей платформе происходит уже очень давно Но где-то полгода назад Наш сервис попросил Скажем так Какие-то глобальные изменения Мы улучшились, усилились И о том, что получилось в результате Сегодня и пойдет, собственно говоря, разговор Ну, мы прекрасно понимаем, что Студенческая наука Предполагает И вообще развитие студента В учебном заведении Предполагает не только усвоение определенных Каких-то знаний Но также подразумевает определенное количество Умений и навыков в области научной деятельности И теоретическая часть обучения Должна быть тесно связана с Каким-то активным творческим процессом Который так или иначе выливается В какие-то проекты Статьи Презентации Конечно, заканчивается Все выпускной и квалификационной работой Которая, собственно говоря, демонстрирует Ну, скажем так Квалификацию выпускника И здесь возникает Интересный момент Можно ли считать выпускную и квалификационную работу Научной работой Поскольку все-таки обучение вуза Не связано непосредственно с науками С изучением науки Работа диссертанта Дипломника или студента Как мы уже сказали Является квалификационной работой Но она отражает Скорее его личность И его компетенции А не само научное открытие И в то же время В основе критериев оценки Квалификационной работы Лежит оценка Именно научных достижений Чем выше квалификационная претензия Тем выше уровень научного содержания ВКР квалифицирует уровень специалиста Который доказывает Свою полную научную и творческую зрелость И таким образом Без статуса ВКР Без статуса публикации ВКР Без статуса публикации ВКР Не может считаться научной работой То есть для того, чтобы ВКР получила Какую-то Так Ну, в общем Не прошу прощения Мы с вами поняли Что любая квалификационная работа Должна иметь Запутываться Должна иметь статус публикации Для того, чтобы Двигаться Чтобы студент мог двигаться дальше И вот именно здесь наука Концентрируется как раз в публикации Что такое публикация? Зачем она нужна? Публикация – это вынесение результатов Плосческого труда Определенную публичную плоскость Каждый, кто публикует Так или иначе Утверждает общественную значимость Своей работы И определенную ценность Своего труда Тот, кто освоил публикацию Как жанр Считается, что овладел Компетенцией ученого Научная публикация Предполагает Выполнение строгих Формальных условий До некоторого времени Студенческое ВКР Не допускалось Научное пространство Но вот Как раз таки Положение об открытой публикации Студенческих работ Явилось ключевой вехой Роста научного уровня Возовского образования Кардинальным образом Изменившее само Понятие научного пространства И вот теперь Сохраняя свою квалификационную работу Студент имеет возможность Ее опубликовать Что дает Публикация И повышение статуса Учебной работы Донаучной Это не только Знак качества образования Но и знаковые события У студента Научная публикация Становится Началом научной биографии Карьеры студента И позволяет Полноценно включаться В научное сообщество И в научную конкуренцию Работа Может включаться В портфолио студента И таким образом Начинается список Научных работ Доступ к портфолио Можно предоставлять Потенциальным работодателям Публикация Может быть напечатана Распространяться В социальных сетях Распространяться В научных репозиториях Открытого доступа И Приносить известность Непосредственно Студенту Автору Также Публикация работы Дает возможность Участие в конкурсах Работодателей И Научных проектов Таким образом После публикации Начинается Новый этап Биографии студента Естественно Все мы знаем Про новые Нормативные требования К ВКР Все мы знаем Приказ 636 Я еще раз его напомню Порядок проведения Государственной итоговой Ассоциации По образовательным Программам Высшего образования Программам Бакалавриата Программам Специалитета Программам Магистратуры И с 1 января 2016 года Мы имеем Первое Обеспечение И организации Вузом Образовательной Публикации Студенческих Палификационных Работ И создание Базы данных ВКР Это необходимые Требования Также Пункт 38 Этого же Приказа Говорит о том Что тексты Выпускных Палификационных Работ Размещаются В электронно-библиотечной Системе Организации И проверяются На объем Заимствования Порядок Размещения Текстов Выпускных Квалификационных Работ В электронно-библиотечной Системе Организации Проверки На объем Заимствования В том числе Содержательного Выявления Неправомощных Заимствований Останавливаются Организации Доступ Лид к текстам Выпускных Квалификационных Работ Должен быть Обеспечен В соответствии С законодательством В соответствии С решением Правообладателя То есть Делать Работу Открытой Или закрытой В конечном итоге На сегодняшний момент Как мы понимаем Право Оставляется За вузом И за студентом И вот На основании Собственно говоря Этого приказа Теперь мы Имеем Два Варианта Доступа К Выпускным Квалификационным Работам Открытый Доступ И закрытый Доступ Ну давайте Посмотрим Какие Возможны Решения Закрытого Доступа Если Публикация Находится На закрытом Ресурсе Непосредственно Вуза Значит Какие Здесь Последствия Какие Здесь Возможности Использования Квалификационных Работ Во-первых Доступ К работам Только Внутри Вуза Происходит Иногда Возможен Доступ Только Для Руководства Реализация Этого Доступа Сделана ВАБИС На ЭБС Или На платформе Антиплагиат И представляет Собой В основном Файловое Хранилище Ну а Как правило База данных Никак Не используется В данной Схеме А в общем-то Существует Для галочки То есть Это Такой Действительно Кондовый Закрытый Доступ Возможен Закрытый Доступ На Размещение БС Давайте Посмотрим Что здесь Мы имеем Доступ Может Предоставляться Для сотрудников Вуза А может Только Для Руководства Единное Информационное Пространство Вуза Позволяет Облегчить Научную Коммуникацию Вузе И тем самым Транслировать Его традиции То есть Все-таки Какое-то Информационное Единное Информационное Пространство Вуза Существует И Работами Можно Пользоваться И Третий Момент Это Публикация В открытых Системах Или На сайте Вуза В открытом Достуфе Ну Здесь Работы Оказываются В едином Интернет Пространстве И Естественно Возникает Межмузовская Конкуренция Что безусловно Является Толчком Развития Суденческой Науки Таким Образом Наша Университетская Библиотека Онлайн Реализует Все Три Размещения ВКР Это Очень Важный Момент Какие же Бывают Базы Данных ВКР Вот Базы данных ВКР Как закрытая Система Мы уже сказали Что это Доступ к работам Внутри Вуза И только Для руководства Используется Большинством Вузов И может Свидетельствовать О Если Вуз Использует Закрытую Базу Данных Либо Это Низкий Качественный Уровень Работ А Соответственно И Образовательный Процесс Не очень Высок Не на Очень Высоком Уровне Либо Возможно Работы Вуза Носит Некоторый Конфиденциальный Характер Какой-то Там Секретный Коммерческий Гостайну Поэтому База Данных Закрытая Если База Данных ВКР В открытом Доступе На сайте Вуза То Понятно Что можно Говорить о том Что здесь Высокий Образовательный Уровень Открытость Вуза И Высокие Требования Как раз К творческому Процессу Студентов Но давайте Не забывать Внешние Факторы Которые Присутствуют Во-первых Ведется Широкая Дискуссия О ценности Необходимости Открытой Публикации Ведется Эта Дискуссия На уровне Основных И крупных Вузов России И С другой Стороны Министерстве Образования Находится Приказ Обязательной Открытия Публикации ВКР Магистературы И Специалитета В любом случае Примерно Дорога Куда мы Двигаемся Нам Ясна И Наверное Нужно Как-то Каждый раз По-новому Ориентироваться В этом пространстве Потому что Дискуссия Об открытом И закрытом Доступе Мощная И Я надеюсь Что мы даже Посвятим Отдельный Вебинар По крайней мере Мы Акспонированы Здесь На февраль Месяц Отдельный Вебинар Священный Этому Вопросу Давайте Еще раз Немного По поводу Закрытых Баз Данных Значит Еще раз Повторяем Что Недоступно Практически Никому Кроме Руководства База данных Закрытая Выкладывается Сотрудниками Вуза Предполагает Специальные Затраты Вуза На организацию Проверки И сохранения ВКР Что на самом деле Очень важный момент В наших Тяжелых Экономических Условиях То есть Нужно Иметь Ввиду Еще и Какие-то Финансовые Затраты Человека Часы И Является Примером Архива Основной Функции Сохранности Работ В данном Случае Размещение Работы В закрытой Системе Не Является Публикацией Закрытое Решение Не Позволяет Использовать Интеллектуальный Капитал Вуза ВКР Репозиторий Нашей БС Университетской Библиотеки Онлайн С минимальными Расходами Создает И сохраняет Базу данных ВКР Именно Как Интеллектуальный Ресурс Вуза В БС Университетская Библиотека Онлайн Можно Сделать Базу данных Базу данных Полностью Закрытой От всех Или частично Закрытой Полностью Закрытая База данных Будет Доступна В администраторском Функционале Оператора Электронно-библиотечной Системы И сотрудники Могут Не иметь К ней Доступ А база данных Как часть ИБС В этом Случае Если Частично Доступ К ВКР Имеет Только Сотрудники Студенты И преподаватели Данного Вуза Загрузка Работ Происходит Администратором Самостоятельно Пакетно Или Индивидуально Либо Возможен Вариант Что Вуз Как администратор Передает Пакеты Работ В электронно-библиотечную Систему Которая Их Оформляет И Выкладывает В данном Случа Услуга Платная Несколько Слов Скажу О Менеджере Библиотеки Это Оффлайн Модуль Нашей Электронно-библиотечной Системы Программа Для создания Вузом Собственной Закрытой Базы Данных Учебных Работ Оффлайн Какие Здесь Преимущества Есть Во-первых Менеджер Библиотеки Позволяет Видеть И контролировать Все студенческие Работы Внутри Вуза Позволяет Сохранять Работы Все данные На собственных Серверах Вуза И самостоятельно Использовать И капитализировать Базу данных Здесь Возможно Любые Сервисы По поиску По аналитике И по Статистике Ну и Конечно Этот Менеджер Особенно Актуален Для Вузов Которые Не делают Государственные Или Коммерческие Таймы Данные Моды Приобретаются Как готовый Сервис И В общем-то База данных Создаются Безо всяких Дополнительных И финансовых Усилий Вложений Со стороны Вуза Ну а Теперь Сервисы ВК-репозиторий Ну Сначала О его Особенностях Принципиальных Значит Это Самостоятельная База данных Под полным Управлением Вуза База данных Это Легко переводится Как в закрытый режим Так и Открытый Очень важный Момент Интеграции С проверкой На заимствование В один клип То есть Буквально Нажатием Одной кнопки Ну и Третий Очень важный Момент Это то Что база данных ВК-р Является Частью Электронно-библиотечной Системы По идеологии Единого окна Просматривать Загруженные Работы Могут Только Авторизованные Подписчики При условии Подключения Сервиса Каким же образом Можно подключить ВК-репозиторию Ну, во-первых Его можно добавить К базовой Подписке Либо Можно подключиться Без оформления Подключить Один только Сервис ВК-репозиторию Такой вариант Тоже Возможно Вполне Какие у нас Есть преимущества Если Работа Публикуется В открытом доступе Электронно-библиотечной Системы Она попадает Безусловно В научное Публикационное Пространство Здесь ВК-репозиторий Предоставляют Для Публикационных Работ Новые Возможности Работа Получает ДОИ Размещается В портфолио Студента Работу Можно Опубликовать В печатном Виде Возникает Возможность Оценки Обсуждения Работы Которая Позволяет Объективно Ее оценить Возможно Самостоятельная Проверка Работы На Плагиат Внутри Электронно-библиотечной Системы И Важный Очень Момент Это то, что Опубликованные Работы Попадают На Страницу Сервиса Студенческая Наука Где У работ Появляется Возможность Получить Некое Общественное Признание Раздел Студенческая Наука Это тоже Очень Интересный Раздел Нашей Первый уровень Кафедры Здесь Сотрудники Кафедры Контролируют Сдачу Готовых Работ И проверку На Плагиат На уровне Факультета Сотрудник Факультета Агрегируют У себя Все Работы Кафедр И выкладывают В электронную Библиотечную Систему Или Проверяют Выкладку На Кафедральном Уровне Ну и Уровень Вуза Здесь Уже Представитель Библиотеки Или IT Подразделения Вуза Собирает Выкладывает Работы Управляет Базой Данных Либо Проверяет Выкладку На Нижних Уровнях Для Работы В этих Режимах Созданы Формы Индивидуальной И Пакетной Загрузки Давайте Рассмотрим Немножко Все Три Уровня Взаимодействия Вот На Уровне Кафедры Представитель Вуза Или Кафедры Может Отслеживать Качество Работ Количество Работ И Видит Отчетность После Публикации Квалификационной Работы Преподаватель Получает Уведомление И Может Либо Принять И Отклонить Работу В данном Случае Весь Процесс Автоматизирован Конечно У сервиса ВКР-репозиторий Есть Инструмент Массовая Загрузка Этот инструмент Как раз Предназначен Для работы На Кафедрах На странице Массовая Загрузка ВКР Скачивается И заполняется Определенная Файл Заготовка Подготавливаются Файлы К загрузке По Определенным Условиям И Загрузка Осуществляется Обычным Способом Или Перетаскиванием Файлов На страницу Сайта Электронной Библиотечной Системы Далее Загружается Таблица Описаний Тоже Есть Необходимые Требования К тому Чтобы Она Была Правильно Заполнена И После Массовой Загрузки Как раз Вы Увидите Эти Работы С Актуальными Статусами В разделе Опубликованные Работы В принципе Работы Можно Загружать И По Одной В данном Случай Появляется Окно Дополнительное Нужно В анкете Нужно Выбирать Фамилию Студента Что касается Уровня Вуза Здесь Статистика ВКР Репозитория Позволяет Видеть Следующее Во-первых Это Количество Кафедр Количество Преподавателей Дипломников Студентов Дипломников Общее Количество Загруженных Работ Количество Принятых Опубликованных Работ Полную Картину ВКР Вуза И дальше Возможно Даже Создать Структуру Вуза Если Она Загружена В сервис По статистике Загруженных Работ Что здесь Происходит В зоне Отчетности Можно Можно Видеть Сводную Статистику По загруженным Работам Детальную Статистику По всем Загруженным Работам Их Статусом Кафедрам Научным Руководителям И студентам Ну и Естественно Все Все Отчетности Можно Выгрузить Файлы Excel У ВКР Репозитория Есть Инструмент Опубликованной Работы Опубликованной Работой Считается Работа Если Она Размещена ВКР Репозиторией С доступом Для скачивания Внутри Вуза Это Первый Вариант Если Работа Размещена В разделе Студенческая Наука С общим Доступом То есть С возможностью Чтения Онлайн Это Второй Вариант Для Удобства Навигации Предусмотрена Фильтрация Списка Опубликованных Работ Здесь Можно Фильтровать По названию Работы По имени Студента По кафедре От Имени Которой Загружена Работа По имени Научному Руководителю Научного Руководителя По году Публикации И по статусу Ну а для студентов Для быстрого поиска Добавлена Кнопка Показать Мои Работы Инструменты Сервиса Статус Работ Ну Тут В принципе По названиям Понятно Что к чему Относится Значит Если Работа Загружена То Научный Руководитель Получил Увидование Необходимости Проверки Работы Если Работа Проверена То Она проверена И одобрена Научным Руководителем И после Одобрения Работы Студент Получает Возможность Подать Заявку На публикацию После Подачи Заявки До момента Публикации Это Создание Создание Обложки Возможность Чтения Онлайн И Размещение Работы В разделе Студенческая Наука Обычно Проходит Один Рабочий День Если Работа Опубликована То Значит Она размещена В общем Доступе В разделе Студенческая Наука И после Этого Появляется Возможность Скачать Свидетельство О публикации А также Открывается Возможность Онлайн Чтения То есть Появляется Кнопочка Посмотреть Ну и Есть еще Один Статус Файл Без Описания Он Возникает В том Случае Если Сотрудник Кафедры Передал Файлы Через Инструмент Массовой Публикации Но Еще К ним Заголовки Заголовки Описания И Аннотации И Для Отслеживания Вот этих Массовых Операций Мы Ввели Такой Статус Файл Без Описания Что Можно С опубликованной Работой Делать После Того Как Работа Получила Одобрение И Она Опубликована Ее Можно Прочитать Онлайн Скачать Посмотреть Иннотацию Ключевые Слова Проверить На заимствование В сервисе Антиплагиат И получить Подробный Отчет Ну и В конце Концов Получить Свидетельство О публикации Ну и Наконец Мы Несколько Слов Скажем О Сенсационной Инновации Которая Как раз Случилась Где-то Полгода Назад В нашем сервисе ВКР Репозиторий Это Проверка Работ Антиплагиат И размещение ВКР Репозиторий В один Клик Значит Что Здесь происходит Сервис Загрузки ВКР Репозиторий Через Антиплагиат Полностью Автоматизирован Работа Проверяется Системе Антиплагиат После Удостоверения Проверки Работа Автоматически Загружается В репозиторий ВБС Университетской Библиотеки Онлайн Ну а В свою очередь ВОЗ Или кафедра Контролирует Процесс В окне Доступа И Статистики ВКР Каким образом Происходит Передача Работ Автоматическая Передача Работ В лекционно-библиотечной Системе Возможно Только для Студенческих Работ Загруженных В задания В некую форму Которая Называется Задание Загружать Работы Могут Либо Авторизованные Студенты Из личного Кабинета Либо Неавторизованные Студенты Все работы Загруженные В задании Передаются В учетную Запись Организации ВБС В течение 4 часов И обновление Происходит Также Каждые 4 часа Для Загрузки Работ Неавторизованным Студентам Нужно Знать Код Задания Вот Этот Код Задания Вписывается Сюда Этот Код Задания Знает Преподаватель Который Собственно Говоря Его и Создает В репозитории Антиплагиат Что же В свою очередь Видит Преподаватель В своем Личном Кабинете Преподаватель Видит Автора Видит Работы Видит Курс Которому Относится Работа Видит Дату Загрузки Количество Попыток Проверки На Заимствование И Видит Результаты Проверки На Плагиат А вот Связать Аккаунт С Антиплагиатом Возможно Через Зону Интеграции Здесь Нужно Ввести Логин И пароль От Учетной Записи На Платформе Антиплагиат И После Установления Связи Приходит Об этом Уведомление Здесь Нужно Отметить Что Связывать Учетные Записи Могут Только Корневые Пользователи Такое Решение Происходит На Уровне Руководства Библиотеки И Вуза Все Работы Загруженные В ЭК Репозиторий ЭБС Проходят Проверку На Заимствование По Алгоритмам Компании Антиплагиат В качестве Источников Для Заимствования Используются Книги Электронно-библиотечной Системы Онлайн Более 100 тысяч Изданий Работа Загруженная Через Антиплагиат Проходит Проверку Алгоритмами Антиплагиат По базе Которую Вуз Оплатил И использует Согласно Договору С Антиплагиат И здесь В качестве Резутата Проверки На Заимствование Показывается Процент Уникальности Именно По Оплаченной Вузом Базе Ссылка На отчеты Проверки Заимствования В любой Работе Открывается С помощью Клика На Процент Уникальности Возможно Увидеть Проверенные Работы В зоне Фильтра Источник Это новый Фильтр Здесь Достаточно Выбрать Пункт ВКР Антиплагиат Пользуясь Другими Фильтрами Работы Можно Сортировать По Имени Научного Руководителя По Году И Статусу Публикации И что Можно Делать С Работой После Проверки Вместе С файлом Работы И ее Описанием Импортируются Последние Результаты Проверки Работы По Желанию Загруженные Работы Можно Опубликовать В открытом Доступе В сервисе Студенческая Наука Которым Мы уже Говорили Здесь Необходимо Оставить Заявку После Модерации Получить Ссылку На Страницу Работы Которая Оформлена Как Электронная Книга И Имеет Возможность Чтения С возможностью Чтения Онлайн Ну и Наконец Еще раз Повторяю Что В дальнейшем Студент Может Получить Свидетельство О Публикации Ну Какие же Есть Особенности Прав доступа К ВК Репозиторию Скажем так Раздел Справка И общая Страница Сервис Они Доступны Для Всех Пользователей Без Ограничений В том числе Даже Неавторизованным Неавторизованный Пользователь Может Зайти На Любую Страницу Увидеть Какие Представлены На ней Инструменты Но Рабочий Функционал Неавторизованному Пользователю Доступен Не будет Об этом Будет Согнализировать Соответствующая Наспись Студент В свою Очередь Имеет Доступ К Страницам Опубликованной Работы И Публикации Для Студентов Преподаватель Имеет Доступ К Страницам Опубликованной Работы Массовая Загрузка ВКР И Отчетность Преподаватель Может Утверждать Или Отклонять Работы Загруженные Студентами Ну Понятно Что В данном Случа Речь Идет О Студентах Преподавателя Которые Уже Являются Авторизованными Пользователями Итак Можно подвести Некоторые Итоги Обобщить ВКР Репозиторию Кообществ Электронно-библиотерской Системы Какие Здесь Достоинства Все-таки Сервиса Еще раз Хотелось бы Обратить Ваше Внимание На них Во-первых ВКР Репозиторий Не требует Дополнительной Работы После проверки В антиплагиат Здесь идет Идеология Единого окна И единственного Клика При загрузке ВКР Не требуется Никаких Действий От персонала Только Соответствующая Настройка Сервиса В антиплагиат После Правильного Заполнения Сопроводительной Информации Работа Автоматически Подгружается В репозиторий И студент Получает Свидетельство О публикации ВКР Необходимые Условия У вуза Должны Быть Оплачены Сервисы Антиплагиата С электронной Библиотечной Системы Университетской Библиотеки Онлайн Должен быть Договор О размещении ВКР Напоминаю Что он Может быть Либо Идти Совместно С подпиской К основной Базе На контент Нашей ЭБС Либо Отдельно И студент Должен быть Зарегистрирован В обеих Системах То есть И в нашей Электронной Библиотечной Системе И в Антиплагиате Тогда он Получает Информацию И доступ К своей Выпускной Работе Если ВКР Остаются В открытом Доступе То сервис Для вуза Предоставляется Бесплатно Это очень важный Момент Еще раз Хочется Его почеркнуть Теперь Немножечко Несколько слов О разделе Студенческая Наука Раздел Который Тоже Так или иначе Связан С публикациями И Безусловно ВКР Что Нового Появилось И Что У нас Среализовано В интерфейсе Что Теперь Можно Делать В Библиотечной Системы С опубликованными Работами Еще раз Повторяю Читателями БФ Работа Между Развитие То или иное Тема Создание Дает Студент Работа Дальше Либо Пользовая Как-то Для каких-то Других Дополнительные Здесь Интегрирование Плагиат Или Самопроверка Возможность Получить Цифровой Идентификатор До своей работы И Возможность Напечатать Работу По технологии Print-on-demand В виде книги Ну и Собственно Обобщить Это все Хочется Тем Что Сказать о том Что электронно-библиотечная Система Университетская Библиотека Онлайн Как раз Формирует Очень важные Элементы Инфраструктуры Студенческой Науки Подвести Такой Сделать Небольшой Резюме То есть Получается Что Наша Платформа Во-первых Является Платформой Для научной Публикации Поддерживает И обучает Искусство Научной Публикации Соединяет Процессы Исследования Процессы Публикации Реализует Какие-то Шаги Которые Фиксируются Для Вуза В создании Статуса Научной Публикации Создается Система Мотивации И Соревновательности Поощряя Научные Таланты Ну и Безусловно Мы проводим Обучающие Вебинары Для Преподавателей И Студентов Очень важный Момент Который Возникает При работе Он возникает Практически Самостоятельно При работе На нашей Платформе Это Создание Рейтингов Студентов Здесь Безусловно Эти рейтинги Оказывают Влияние На Студенческую Мотивацию И Как следствие Уже Работы Каких-то Студентов Могут Принимать Участие В конкурсах Либо Возможно Какие-то Заказы На Исследования Или На Какую-то Работу От Потенциальных Работодателей Еще раз Хочется Сказать Всем Кто Не знает О том Что Университетская Библиотека Онлайн Совместно С компанией Монциклогиат И Журналом Университетская Книга Проводит Конкурс На Лучшую Дипломную Работу Уже Третий Раз Мы Проводили Этот Конкурс В этом Году И В этом Году В нашем Конкурсе Приняло Участие Более 700 Вузов Страны На Конкурс Пришло 1200 Работ И На Московской Книжной Ярмарке 7 сентября Состоялось Вручение Наград Победителям Конкурс Проводится У нас Ежегодно По 12 Дисциплинам То есть 36 Победителей Плюс Призы Заветельских Симпатий Плюс Гран-при Гран-при Это Поездка На море Все остальные Получают Ценные Призы И В этом Году Каждый Призер Получил Монографическое Издание Своей Работы Таким Образом Университетская Библиотека Онлайн Стремится К созданию Такой Информационно Образовательной Среды Уже Вовне Скажем Так Электронно Библиотечной Системы И Мы Хотим Быть И Являемся Неким Аккумулятором Студенческой Науки Продвижение Студенческой Науки Поэтому Приглашаем Всех На будущий год Участвовать В нашем Конкурсе Я думаю Что это интересно Не только Для студентов Но и Для самих Преподавателей Это как-то Наверное Должно Повышать Их Уровень Самооценку Так что Милостей Просим Участвуйте В конкурсе Библиотечной 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 Для преподавателей Еще Хочется Отметить Две Важные Вещи Во-первых Опять-таки Для Того Чтобы Как-то Повысить Свою Квалификацию Может быть Без Особых Каких-то Без Особого Труда И Скажем Не только Квалификацию Но и Тоже Какой-то Момент Самореализации Для Преподавателя Мы предлагаем С 1 ноября Конкурс На лучшую Монографию Монография Принимается По всем Университетским Специальностям В конкурсе Могут Принять участие Ученые Преподаватели Любой Из научно-образовательных Организаций России На конкурс Могут быть Поданы Работы Созданные Не ранее Пяти лет И не выходившие В иных Издательствах Требования К монографиям Это Ценность Научного Содержания Качество Подачи И Оформление Материала Все работы Вошедшие В шот-лист И удовлетворяющие Кэтериум Конкурса Будут Выпущены В качестве Бумажных Монографий Победители В каждом Из направлений Будут Обязательно Награждены Еще и Планшетом Так что Пожалуйста Можно Не откладывать Какие-то Публикации Если они у вас Есть и на работе Толки ящика Спокойно Присылать Работы К нам И Возможно Стать Победителем Нашего Конкурса Еще два слова Хотелось бы Сказать О Скажем так Еще одной Возможности Точно так же Ненавязчиво Как-то Развиваться И Получать Какие-то Новости Скажем так Не напрягаясь Потому что мы понимаем Что у преподавателей Конечно же Очень мало Времени Поэтому Собственно Говоря И вот Конкурс Монографий Да И вот Портал умных книг Библиоклуб.ру О котором я еще скажу Пару слов Это все такие Возможности Которые Могут Способствовать Что называется Между делом Между вопросом Повышать Свою квалификацию Да То есть Если есть готовый труд Отправляйте на конкурс И Вдруг Вы выиграете Вы получите Сертификат И приз Если у вас Совсем нет времени Но Безусловно Любому преподавателю Нужно быть В курсе Событий Что происходит В Сфере образования В нашей стране Да Что происходит В библиотечной отрасли Какие люди возникают О чем они думают И Как формируется Образовательная среда В нашей Стране В данный момент Обо всем этом Можно узнать Опять-таки Ненавязчиво В нашем портале Умных книг В фейсбуке Заходите Регистрируйтесь И Три минуты Там Пять минут Которые вы будете Ежедневно Уделять просмотру Новостей Вы будете В курсе Того Что происходит И не надо Собственно Говорить Не надо Искать информацию Искать информацию В каких-то других местах Мы стараемся быть Актуальными Ну Наверное На сегодня все Прошу прощения Что-то я там Запуталась В самом начале Надо Надо чаще Проводить Вебинары Я думаю Это от волнения Если будут Какие-то вопросы Я их жду Непосредственно Мой Электронный адрес Вот он Здесь есть Для подключения Сервиса ВК-репозитория Вы можете Написать По Электронной почте Manager Directmedia.ru Или Созвониться С нашими Менеджерами По Телефону Телефоны Тоже указаны Коллеги У меня все Если есть вопросы Я постараюсь На них ответить Так Если Сейчас Секунду Так Если База данных Закрытая Только Для Констинента Ужитого ВК Тоже Не будут Считаться Публикацией Нет Не будут Не будут Считаться Публикацией Это Это Факт Это будет Закрытая Схема Размещения ВКР Носит Как мы уже говорили Такой некий Архивный характер Это просто Архив Ну что же Я больше вопросов Не вижу Большое спасибо Что вы пришли И послушали меня Надеюсь Что Моя презентация Она тоже В открытом доступе Сейчас для вас Есть Вы можете Воспользоваться Еще более Внимательно Почитать И Подключайтесь К нашему сервису Спасибо Уважаемые коллеги Дорогие За сегодняшний Вебинар Я Благодарю Всех Кто пришел И внимательно Слушал И напоминаю Что За этот Вебинар Как и за любой Другой Можно приобрести Сертификат И я Я привел Ссылку Только что В чате По которому Уже Можно На этот Вебинар Приобрести Сертификат Уже Сертификат Сформировано Их Можно Получить Ну А В завершении Хочу сказать Что Директ Академия Проводит Вебинары Каждый День Приходите К нам И Участвуйте В наших Бесплатных Вебинарах Всего доброго До новых Встреч На Вебинарах Директ Академии До свидания Продолжение следует...